Дружина верная О, жалейка! А передай-ка царевне подарочек Понравится, посватаюсь, будет моей княгиней Если руку разлюбил, бабу снежною слепил А новая зазноба отвела до озноба Если отнял мою дуду, я сперку подул Кто не может сам играть, может дудки отбирать Будь здоров, грех! Причины скверного, почти невыносимого состояния Это кредиторы, маятники и токсины Но, помимо этого, в сознании на постоянной основе сидят паразиты Которые получают свою долю энергии от всех ваших проблем и переживаний, связанных с употреблением спиртного Они так просто не отпустят Вы будете наступать на те же самые грабли до тех пор, пока не очистите свой организм и сознание Если вы этого не сделаете, вас будут цеплять за крючки снова и снова Крючками служат, с одной стороны, старые токсины в организме От них вы избавитесь, когда встанете на путь натурального питания и оздоровления А с другой стороны, это деструктивные программы в вашем сознании Вот пример такой программы Сейчас я выпью немного, в меру, как пьют все нормальные люди И у меня все будет хорошо На самом деле, ничего хорошо не будет Все произойдет по старому сценарию Паразиты сознания незаметно выведут вас, как на привязи, за ту границу, которую вы сначала не хотели переступать Так получается, даже независимо от вашей воли Есть такая категория людей, которые заводятся Им достаточно выпить рюмку, они чувствуют энергию и подъем Кредит маятника А чего хочется выпить еще, чтобы было больше энергии, больше подъема Так вот, я вам скажу, что такие люди, как вы, которых нормальные считают алкоголиками На самом деле, гораздо нормальнее их Все аборигены, например, как индейцы, эскимосы и прочие народы, которые ближе к натуральному образу жизни, склонны к алкоголизму Вы думаете, пить в меру это нормально? Ничуть не бывало Это совершенно глупое и бессмысленное извращение Нормальный человек скажет Я выпил рюмку и все, мне больше не надо А вот алкоголик, он пьет до тех пор, пока не ужрется Но зачем этот нормальный человек выпивает рюмку? Какой в этом смысл? Можете объяснить? У пьяницы смысл есть Больше энергии, больше подъема Пусть не в хорошую сторону, но смысл есть А у нормального? Ну, выпил ты чуть-чуть, тебе от этого ни холодно, ни жарко Зачем? За компанию? Ну, давай За межгалактический союз Во-первых, я из этой галактики Во-вторых, нет никакой связи между употреблением алкоголя и вероятностью реализации произнесенных слов перед этим Не умничь Это Это Традиция По традиции? Ерунда Культурное употребление дихлофоса Вот настоящая подлинная сущность такой традиции На самом деле, никакого смысла в умеренном питье нет В неумеренном есть Таково реальное положение вещей, если взломать идиотские стереотипы и поставить все с головы на ноги Наоборот Если вас удовлетворяет небольшое количество спиртного и вам не хочется оттянуться на полную катушку Тогда вот это как раз и есть ненормально Значит, вы не чувствуете вкуса энергии Он у вас притуплен куда более сильной зависимостью от мертвой пищи И напротив, у заводных людей имеется обостренное чувство энергии Отсюда и жажда этой энергии, желание оттянуться и спить чашу до дна Только они не знают, что оттягиваться от избытка натуральной, не маятниковой энергии Это гораздо круче Им просто незнакомо такое ощущение Ты пьян? Нет, нет, государь Я выпил две чаши вина Две чаши? Это совсем немного Пожалуйста, выпей еще одну Две, пей сколько хочешь Для меня это честь, государь Я хотела сказать, что не к добру убивать человека в день ваших именит Что за глупые деревенские предрассудки? Уведите его Я убью этого дурака завтра Итак Получается простая и ясная картина Пить не в меру Будут проблемы А пить в меру Смысла нет Но зачем? Ни то ни сё Правда ведь? Вот вам и выход из ситуации Не пить вообще Когда вы это осмыслите, осознаете и прочувствуете Деструктивные программы в вашем сознании сотрутся и заменятся новыми Жизнеутверждающими Направленными на радостное существование И развитие в радостном мире Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok